Всем привет! Призраки старого софта. Сегодняшним призраком будет браузер Netscape Navigator. Я его установил вот с такого диска. Это диск, по-моему, 96-го года. Первый CD-диск софтом, который я вообще купил в жизни. Netscape Navigator Gold. Этот браузер, равно как его предшественник, браузер Mosaic, обусловили развитие World Wide Web, популяризацию того интернета, каким мы его знаем, популяризацию сайтов на основе протокола http. Вначале был Mosaic. Потом часть разработчиков Mosaic откололась и начала разрабатывать браузер Netscape. К ним, к компании Netscape, к будущей компании Netscape примкнул один из основателей Silicon Graphics. И так родилась Netscape. В середине 90-х интернет только зарождался. Ну, вот World Wide Web. И я, в основном, тогда знал об интернете вот из этой книжке. Такая книжка Адам Гаффин «Интернет». Тут описываются уже отношения в прошлой технологии и современные. Ну, вот современному World Wide Web уделено очень мало. А так, в основном, книга о том, как по телнету подключаться к каким-то там университетским сайтам, ресурсам. Причем многие из них еще работают, сервера телнетовские. Потом очень много внимания уделено группам новостей USENET. А на задней обложке изображен модем Zig. У меня когда-то был такой модем, ну, не в середине 90-х. У меня в середине 90-х не было своего компьютера. А в интернете я впервые попал на выставки. Тогда вот тоже, ну, примерно, может быть, с 94-го года в Киеве начали проходить компьютерные выставки. И я на них ходил, поскольку интересовался компьютерами. Первая такая выставка, как она называлась, я не помню. По-моему, EtherEx или Киев компьютер экспо, в общем, как-то так, она проходила в торгово-промышленной палате. А потом, то ли продолжение этой выставки, то ли другая какая-то выставка была на ВДНХ. И вот на одной из этих выставок я впервые попал в интернет. Как раз через браузер Netscape. Тогда, ну, слово браузер не было в ходу, а для доступа к интернету считалось, для доступа к World Wide Web использовался Netscape. И, ну, выставка шум-гам, где-то стоят компьютеры с играми и вокруг них столпилось множество народу смотрят. Тогда была на выставках популярная игра Mad Dog McCree с живым видео, там, про ковбоев. И вот там показывается, как ковбои стреляют друг друга и люди столпились вокруг смотрят. На каких-то машинах был запущен Doom, тоже люди столпились смотрят. Вот в углу стойка, там стояло несколько компьютеров с неизвестной мне тогда системой. Я подошел ближе и читаю, что это. Это Solaris, по-моему, стоял или Irix, я уже не помню. Склоняюсь к тому, что это был Solaris и на нем уже был запущен Netscape Navigator. А я знал адреса некоторых сайтов. Это был сайт Disney и сайт CNN. Другие сайты у меня в голове не отложились в адресах. Но тогда было мало сайта вообще. Я подошел, сел на такой круглый стул вращающийся, набрал Disney.com, нажал Enter. Опа! Попадаю на сайт Disney. Это был очень интересный, новый для меня опыт, что ты находишься в Киеве, но ты видишь при этом страницу, которую ты загрузил и вот она к тебе побайтно там пришла за тысячи километров. Вновь это поразительно было. И ты видишь графику, текст. Меня это очень впечатлило. Меня вот сейчас какие-то новые технологии так не впечатляют, как меня в свое время впечатлил. Первый выход в интернет, потом мой первый мобильный телефон. То есть ты идешь, несешь его в кармане и как бы связан с другими людьми. Сейчас все меньше остается технологий, которые удивляют. Но вернусь к теме сегодняшней передачи. Netscape Navigator Gold. Именно Голдовую версию я установил. Были еще версии. Это вышло в девяносто шестом году. Уже в девяносто седьмом Netscape стала выпускать, как это называлось там, Netscape Suite. По-моему так. То есть целый набор в одном. Это браузер, почтовик, редактор. Я уже не помню толком. Но давайте запустим Netscape и посмотрим на что он способен сейчас. Отмечу, что сейчас он способен не на многое, ибо не поддерживает UTF-8. А при заходе, например, на сайт Google, Netscape раздражается кучей окошек сообщениями об ошибке. Ну вот, что за Netscape упоминался. Вот 3.0 как раз с девяносто шестого года. Посмотрим, какие к нему плагины есть. Некий Live 3D плагин Library для отображения миров VRML. Тогда и чуть позже возлагались большие надежды на вот этот вот VRML виртуальную, язык разметки виртуальной реальность. Virtual Reality – это Markup Language. Вот. И журналисты компьютерные вовсю писали, вот скоро будет виртуальная реальность доступна через браузер, вы будете попадать во много миров интерактивных. Но в итоге VRML породил несколько таких пробных сайтов, в основном при каких-то университетах. Там какие-то вращались кубы, летали шары и прочее. Демки. Вот уже даже QuickTime плагин для отображения видео в девяносто шестом году. Учитывая скорость тогдашних модемов, я сомневаюсь, что можно было удобно смотреть видео по модемному соединению. Тогда еле-еле файлы качались. Так вот, давайте попробуем хоть на какой-то сайт зайти, но вот если мы зайдем на мой сайт Simulator Work, то увидим, что UTF-8 не фурычит никоим образом и ее нет даже в списке кодировок. Document Encoding. Вот. Нет. Есть из кириллических, есть Windows 1251, ISO 88595. Я вообще не помню, чтобы и кто-либо пользовался. Но и кое-8ар в популярной Фидонете. Сам по себе Unicorn неким образом есть в настройках. Я его тут где-то видел, но тем не менее выбрать в качестве кодировки для страницы мне не удалось. Хотя я выставил вроде бы тут, но в этом списке не появляется ничего. Может быть, ну вот я же выбираю User Defined, оно не появляется. Может быть, REO 1. Ладно. Позже Netscape, когда дела у Netscape пошли плохо и уже, насколько я помню, после того, как Netscape купила AOL Time Warner, огромный американский провайдер, развивать дальше Netscape разработчики не собирались и открыли исходный код. Вернее, компания AOL Time Warner разрабатывать дальше Netscape на каком-то этапе им стало почему-то неинтересно и был открыт исходники вот этой вот сюиты Netscape, которые легли в основу Mozilla. Потом от Mozilla отпочковался Firefox. Сама по себе Mozilla, как вот этот комплект из почтовика чего-то там еще продолжилась, как C-Monkey Project. Но давайте же вспомним Netscape. Посмотрим на него, потому что это история. Уже тогда, в девяносто шестом году в Netscape были все те функции, которые присущи нынешним браузером. Но выглядят они несколько и иначе, но тем не менее. Еще, насколько я помню, не было вкладок. Да, вот еще тут нет вкладок. Каждая страница открывается в своем окне. Ну, пусть тут повисит вот этот вот коряво отображаемый UTF-8, потому что вот наконец я переключился на англоязычную страницу, чтобы не раздражать вас. Так, давайте просто пройдемся по меню, посмотрим, что здесь есть. Edit Document. Что оно вызывает? Save More Document. Не хочу это пробовать. Так, Open Location. Mail Document. Так, ну, конечно, у меня тут не прописана еще никакая почта. Открыть файл в браузере, открыть локацию, открыть файл в эдитере. Edit, Select, Reload, Document Source, как показывал. Вот уже был встроенный просмотрчик исходного кода. Далее, закладки были, опции. Причем, был встроенный и редактор HTML. Я его пытался вызвать из меню файл. Давайте попробуем. Почему бы и нет? Давайте сохранить как? Файлелор. И теперь попробуем его открыть. Open File and Editor. Edit. Вот. Открывается Visivig редактор веб странички. Вполне похожий на современный редактор. Ну, вот если мы шрифт тут поменяем, поменяем, шрифт изменится. Сохранить. Палитру можно выбирать. Что у нас еще тут? Insert image. Вот работа со списками. Правильно реагирует списочек. Вот заголовок. Вот. Heading 1. Действительно Heading 1. Heading 2. То есть, в девяносто шестом году Netscape был оснащен удобным работоспособным Visivig редактором, который работает до сих пор. Можно вставить тут HTML тег напрямую, выбрать картинку, вставить. Окно такое диалоговое открывается. Так. Нет, мы не хотим сохранить. Посмотрим, что еще есть в опциях. Вот главные опции. Кстати, по количеству этих опций, открытых, не меньше, чем в современном хороме, можно отображать, можно выбрать, как отображаются картинки. Вот цвета. Автоматические, с дизером, с подменой цветов и показывать картинки при загрузке, после загрузки. Пользовательские цвета. Можно выбрать шрифты, тулбары какие показывают, что делать при стартапе. Уже не рабочий сайт home.escape.com. Ну и языки. Так. Окей. Что еще у нас работает? Поиск, печать, открыть, перезагрузить, редактировать. Панель, вероятно, закладок каких-то. Но она не работает, потому что этот сайт давно ушел в мире. Но как выглядят тут закладки. А вот такое отдельное окошко с закладками. Что еще у нас тут есть? Адресная книга. Адресная книга. Также в меню window, что не очень логично, но тем не менее. Нескейп-мейл. Вот встроенный почтовик, который потом тоже вошел в суету. Даже открылось приветственное письмо 1995 года. Welcome to Netscape Mail. Ля-ля-ля-ля-ля. Причем отображалась от почты в формате HTML. Очень, кстати, неплохой почтовик. Я одно время им пользовался. Потом я стал очень кратко пользоваться Outlook. Потом под Windows же перешел на Sylphid. Одновременно с этим я под Linux использовал тоже Sylphid. А потом перешел на дальнейшее развитие, на Fork Self-Feed, на Sylphid Close, который сейчас Close-Mail. Я вот поныне использую Close-Mail. Почтовик и клиент работы с Yuzanet, группами Yuzanet. Вот. Сейчас Yuzanet, кстати, еще жив, как Yuzanet. Вот. Там те пользователи, которые сидели в Yuzanet и Fidenet в те годы, они там сидят поныне. Так. В целом, Netscape 96 года по функциям это такой же браузер, как современные браузеры, разве что без вкладок. Но по поддержке технологий крайне отстается. В основном это проявляется в кодировках, а также в движке JavaScript, в поддержке различных плагинов. Давайте просто зайдем на Google и посмотрим, что нам напишется. Вот. Все. Началось. To manage JavaScript errors. И что-то там еще может работать. Но вот я щелкаю на поиск, оно не работает. Так. Все. Висим. И внизу куча этих вот окошек об ошибках JavaScript. Это еще и свидетельство перегруженности современных веб-страниц. Потому что, если бы страница известного поисковика была написана по стандарту HTML, поддерживаемому этой версии Netscape и использовала бы поддерживаемую им версию JavaScript, то все бы работало. Вот. В простейшей странице этот Netscape открывает. А поскольку современные веб-страницы стали многомегабайтными и перегруженными различными скриптами и CSS, то просто старый конь не справляется. Он не знает, как обрабатывать вот эти новые версии HTML, новые объекты, доступные из JavaScript. Так. Ну, вроде бы все. Вот document.info еще посмотрим, что нам может сказать. Уже был дисковый кэш, как видим. Предполагается такая-то кодировка. Проводя параллельный рассказ в браузере Mosaic, отмечу, что Mosaic не продолжился Netscape, Mosaic продолжился самостоятельно и выпускался, по-моему, до 96-го года. Mosaic выглядит иначе. Я думаю, я о нем сниму отдельную передачу. Mosaic, как мне кажется, он больше заточен под разработчиков. У него другой интерфейс, у него там слева панель, где можно сразу смотреть исходник, там еще какие-то навороты. Но, конечно, в плане поддержки веб-стандартов Mosaic 96-го года так же устарел, как Netscape 96-го года. И в этих браузерах вы можете нормально открывать только сайты тех лет, конца 90-х годов. Они будут открываться нормально, и в сети есть такие сайты. Так что не все потеряно. И для сети было бы лучше, если бы веб-разработчики продолжали вручную верстать маленькие работоспособные сайты, которые мгновенно открываются. Вы пойдете на какой-то современный сайт на движке Wordpress или Joomla и сидите, ждете, пока он загрузится. На этом все. Призраки старого софта. Браузер Netscape Navigator Gold. Всем пока. Спасибо за внимание. До новых встреч.